Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Для России, исходя из многочисленных пророчеств, Третья мировая война начнется с торжения китайцев и народов Юго-Восточной Азии на территорию Сибири и Урала. Все условия для нападения на Россию Китая уже есть. В предсказаниях старца Владислава Солнечногорского говорится «Когда Китай пойдет на нас, то будет война. Но после того, как китайцы завоюют город Челябинск, Господь их обратит в православие». Воспоминания о блаженной Пелагее Рязанской. Месточтимая святая Рязанская епархия. Пелагея говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Укрепрайоны, построенные в годы советской власти вдоль границы с Китаем, заброшены. Согласно совместной российско-китайской договоренности, российские войска отведены от общих границ на расстояние до 100 километров. Значительно уменьшилось количество воинских частей рядом с русско-китайской границей. Китай продолжает ускоренно наращивать свой военно-промышленный потенциал, оснащая войска самыми современными видами оружия, поставляемые в том числе и из России. Построены новые дороги к границам Российской Федерации, чтобы в считанные часы перебросить туда свои войска. В Средней Азии российско-казахстанская граница практически оголена. Буферные государства между Россией и Китаем не спасут от китайского вторжения. По плану военной мобилизации, Китай в трехдневный срок может поставить под ружье до 200 миллионов человек. Но по сути, наступление китайцев на русскую землю уже давно началось, ведь они скупают в приграничных русских городах землю и недвижимость, открывают свои предприятия, заселяют брошенные пригороды и деревни. Идет медленное, но неотвратимое вторжение на территорию России. Согласно пророчествам, основные военные действия начнутся после глобального тектонического катаклизма, который начнется уже в ближайшем будущем. В это время будут основательно разрушены страны, расположенные на побережьях Индийского и Тихого океана, а также Япония и Австралия. Часть территории Китая уйдет под воду, особенно сильно пострадая территории, находящейся вблизи Тихоокеанского разлома земной коры. При этом будут уничтожены все основные структуры, обеспечивающие жизнедеятельность этих регионов с ужасающими последствиями – голод, недостаток питьевой воды, энергетический кризис, болезни, мор и т.д. Вооруженные толпы озверевших людей из Китая, Индонезии, Кореи и Вьетнама начнут свое продвижение в северные наименее пострадавшие районы планеты, т.е. Европу и Россию. Американский историк Дэвид Сен-Мантель на основе Катренов Нострадамуса составил карту вторжения ислама китайских войск в Европу и нашу страну, где указано, что захватчики захватят всю Испанию, Италию, Балканы, часть Франции, Германии, Австрии, Украины, Казахстана и Сибирь. Вражеские толпы дойдут даже до Волги. Русский писатель Владимир Соловьев, который, несомненно, обладал пророческим даром, написал стихотворение «Три разговора об Антихристе, как о последних временах». Владимир Соловьев подробно описывает вторжение армии китайского Багадыхана в Россию и Европу в своей краткой повести об Антихристе. Серафим Бырицкий предупреждал о будущем могуществе Китая. «Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне. Но не только это. У них работают трезвые и трудолюбивые люди». Также об этой войне говорил и отрок Вячеслав. «Сначала Россия померится с Америкой. Много будет стоять американцев на российских границах. Начнут завозить американские продукты и товары. Но сами американцы в Россию не войдут. Когда же американцы с китайцами будут на грани войны, то американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на нас». Как вы видите, друзья, много пророчеств и много аналитики было по поводу этого сценария.